всем привет сегодня мы с вами побываем в одном интересном месте это рязань областная библиотека имени горького и место в которое мы сейчас пойдем это мастерская обновление для кого она создана как она работает я вам все расскажу и покажу и спасибо людмиле за эту экскурсию и так пойдемте в гости ну и мы находимся в библиотеке говорю тихо потому что вокруг дальние залы на втором этаже этой библиотеки находятся вот такие мастерские открытое мастерское обновление она открывает двери для пенсионеров многодетных семей семей инвалидов имеющих детей мастерская работает дважды в неделю и бесплатно можно воспользоваться швейным оборудованием для ремонта одежды представляете как здорово это что есть такое место для людей которых есть необходимость что-то пошить и посмотрите как здесь уютно я думаю что людмила еще нам расскажет коллега наша сезона расскажет еще про эту мастерскую я видела в инстаграм она много показывала как они тут работают и посмотрите как здесь все хорошо сделано аккуратно чистое светло и самое главное что где светло за счет вот этих прозрачных окон витрин и окна на улице естественно здесь тоже большое окно машинки все прилично зачехли но кстати машинки дженаме моя любимая фирма она просто удобная в использовании доступная и все необходимое для шитья есть смотрите как любовно это все оформлено и доска и книги для шитья мне очень нравится вот этот уголок вот и сама людмила анатольевна собственная персона я снимаю да и показываю как здорово такой классный стенд и вообще мне очень понравилось что здесь для людей доступ открытый девочки посмотрите какая красота это чехол для машинки это все сделано руками и так красиво объемное все там ручка да и здесь все мешочки для чтобы засунуть до принадлежности от машины здорово сделано кто шил я вот так сама людмила шла прелесть какая ну все мы уходим ну как вам понравилась идея подобной мастерской в общем это своеобразный каворкинг в городе рязани то есть помощь людям которые хотят что-то пошить научиться шить и причем бесплатная помощь что очень важно и сюда приходят женщины разных возрастов что-то подшить перешить и они общаются как и общались мы весь этот вечер и тем для разговора у нас было много потому что людмилу я знаю со швейного рукодельного форума сезон где мы познакомились и в этом городе я уже не раз и она приглашала меня сюда на библиотеку на выставки ярмарки и всегда было все так интересно потому что людмила очень творческий креативный человек одновременно она хороший организатор и просто красивая женщина как вы видите и разговаривали мы обо всем и прежде всего о книгах вот это книги за ее домашние библиотеки ну и какие книги могут быть уж шьющие женщины конечно по шитью конструированию моделированию технологии и самое интересное что большой интерес вот у нас вызывают книжки старые старые издания потому что мы очень любим наверно как все шьющие люди на ночь не любовные романы листать а вот такие книжки несмотря на то что что то знаем что то умеем но полистать такую книжку где столько знаний ну на ночь это просто святое вот поэтому я полистала эти книги сейчас у нее в гостях мне очень понравились эти издания это книжки для и учебники для институтов и техникумов конечно там очень очень много информации в таком жатом жатом формате и а также она показала книгу которую появилась она в библиотеке французское издание очень хорошо иллюстрированная с очень красивыми картинками сделанными чуть ли не вручную карандашом но естественно на самом деле это такая публикация но там очень такое классное описание и оформление книжки ну просто обалденные мне понравилось то есть эта книжка для тех кто вообще не умеет особо шить не знает технологии хочет научиться шить лучше я думаю что не только на французском языке есть такие книги есть и на других и на русском так что на заметку тем кто хочет выпустить книгу а людмиле большое спасибо за встречу она была такая теплая душевная я думаю что мы еще не раз встретимся и и нам будет всегда о чем поговорить а для вас тема для размышлений как в своем городе организовать подобную полезную мастерскую и на этом я прощаюсь с вами анжелина джоли путешественница из магадана до новых встреч следующих видео пока пока